здравствуйте с вами снова ванок и всадник кальрадии и сегодня я бы хотел рассказать вам об одной модификации думаю и все знают это русь 13 век знаете я просто подумал ведь 13 века это фактически титульный мод нашего сайта фактически вот который создал на нашем форуме такую стабильную крепкую команду тружеников кузнецов которые на нему уже давно работают этот мод наш можно сказать даже фирменный и очень странно что так мы видео особо то по нему и не делали да у нас был видео обзор по нему достаточно подробный набравший немало просмотров но все-таки это немножко не то вот поэтому я решил сделать небольшую такую видюшку с нарезкой боев а сам буду в процессе там рассказывать про него так из того что я знаю а знаю я не так уж и мало в общем то модификация это старая как я уже сказал многим известная тем не менее надо сказать что у нее достаточно интересная история создания потому что мод этот задумывался очень давно на заре еще классической версии еще даже когда у нас не был толком и даже собственного форума уже была команда собственная одна из причин открытие форума это именно необходимость создать какую-то площадку для наших кузнецов которые могли работать можно сказать креативить ну так и родился родилась модификация день у нас тогда было масса вагоны маленькая тележка а вот с реализации конечно все сложнее потому что команды само собой хотел сделать качественно хотел сделать много интересных фич и результате получилась такая типичная ситуация когда в общем то из перспективного проекта рождается долгострой ну тут в общем я не ниже здесь лично ничего особо плохого потому что в конце концов сделать хорошо это нос очень не будет не быстро а поэтому то что команда уже несколько лет занимается руси и да и в принципе пока же даже еще не видит необходимости закачивать эту работу для многих стал просто таким увлечением хобби прийти там что-то моделить по текстурить хит скрипты подписать чуть-чуть подправить и и собственно заканчивать смысла нет с другой стороны того чтобы смотрю видел свою хотя бы более-менее первую версию потребовалось некоторое время тогда мы сделали версию для классики она многим понравилась вот быстро обрел фанатов и сама собой встал вопрос на тем а не сделать ли нам порт для варбан и тут опять собственно понеслось опять по повторным завертелось все вновь начались идеи новые портирование старых допиливания создание и так далее летать и опять же последовал некоторая такая передыш команду не передышка смысл серж конечно работали активно но для обычных игроков это и было не особо заметно тем не менее вышел и порт что вообще очень приятно потому что если кто может помнит для но было очень вообще свое время создана достаточно интересных модов для классики но увы не каждый из них добрался товар банд некоторые авторы просто забыли забыли по свой проект не считая нужного дорабатывать другие пытались но у них не вышло то все таки портирование это не просто поменять и в логотипе версию а там достаточно ты тяжелый процесс нужно произвести поэтому то что мод добрался до варбанда тоже сама себе по хорошо хорошо кстати опять же в этом сильно помогло это что команда не унывала делала многие вещи в том числе создала чуть сугубо сетевую версию как временный вариант есть можно было еще некоторое время просто бегать с компанией друзей рубать в русь а потом уже появилась и альфа версия для варбанд которую вы можете сейчас уже наблюдать на сайте на нашем или на сайте мода собственно в этом на армии кажется заключается главная такая интрига все-таки будет ли дорабатываться наш вот этот порт или же так он по ты окажется подвешенном состоянии то есть вроде бы все сделано еще много чего не надо делать тут конечно сожалению я ответить не могу думаю многие заметили что у нас моде не сделаны многие города то есть остались они нативные хотя часть очень неплохо за можно сказать засценирована то есть там есть например великий новгород очень красивый город совершенно новая сцена многие другие сцены есть а вот часть осталось такой же оригиналь есть там проблемы с некоторыми не пленными фичами лично я считаю что мод достаточно тяжелый ты не то чтобы было бы так уж плохо но все-таки новички в нем чувствуя не очень удобно например очень моде очень сложно собирать свою армию так как у вас даже не получится типовая схема набираем себе рекорд в деревне потому что это заблокировано до того как вы поднимите отношения с деревней очень тяжелая боевая система в баната остался в принципе в он такая же как в монту блэйд само собой но поменялось некоторые балансировки летайте бои стали не такие же простые зачастую пример как мне кажется здесь очень сильное влияние играет стрелковое оружие что в общем-то на самом деле характерно для многих модов потому что многие авторы считают что стрелы в нативе не такие уж и сильные увеличивают их убойность так делали и заработчики руси есть здесь такая при особенность что у вас сломается оружие от вы бегаете бегаете боюсь какие-то пароматом бац вам пишет топор сломался все остаетесь голыми руками то все вещи на мой взгляд скажем так могут быть более сбалансированы можно например как-то регулировать и хотя на самом деле такие вещи можно настраивать еще в том числе и в опциях мода которые доступны как при начале игры так и потом изменю но опять же это все как бы сказать не для обычных игроков которые хотят зайти включить и весело играть в этом плане надо просто принять как должное что руси это немножко другая модификацией более хардкорная а поэтому и более интересными кажется для игроков которые действительно уже доиграют манта блэд давно и обладают необходимым опытом а так русь так иначе она будет само собой развиваться никуда за бочки не тянутся но откроем тайну все таки сейчас это не совсем тот период истории команды который характеризуется как ударный сейчас само собой в ожидании в народ все ноги уст немножко подустали от процесс ну тем не менее работа все таки идет выпускается интересные патчи я думаю что игроки еще увидится свое время интересные какие-то обновления так что ждите играйте я думаю что самое главное то что все таки модификация доступна для скачивания вполне играбельной и именно поэтому я собственно так много и и фанатов ну а с вами был ванок спасибо за просмотр надеюсь вот такой формат когда я читаю не бумажки а просто экспромтом что-то рассказываю вам интересно если да тут ставьте лайки подписывайтесь оставлять комментарии ну а я в будущем буду делать что-то еще подобное может быть даже еще и про рост рассказываю ну а так всем удачи да 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 я